Здравствуйте, друзья! С вами Чеширский Кот. И я забыла вам рассказать, где я живу здесь, в Ульяновске. Когда я снимал ролики про Краснодар, там про старинные дома какие-то, я всегда говорила, ой, пожить бы в каком-нибудь таком доме. И моя мечта сбылась. Только не в Краснодаре, а в Ульяновске. Представляете? Давайте я расскажу вам сейчас и покажу всё изнутри и снаружи. Погнали! Ульяновск. Вид у меня из окна вот такой. Там, где я снимаю номер. Вот, смотрите. Вот такой. Вот новостройки здесь. И купить жильё здесь можно дёшево. Это я точно знаю. Так. Тут у нас Триколор. Дом вот такой старинный, смотрите. Интересно. Вот мы живём в таком старинном доме. Вот видите, как кирпичи положены. Вот. Кладка какая. Третий этаж. Вот такой вот двор. Чистый. Дворник подметает постоянно. Утром. Каждое утро. Так. Вот такой балкон, значит. Кирпичные. Вот. Видите? Широкий, большой. Тут стульчик у нас. Тут коврик. Вот такой вид. Так. Заходим дальше. Так. Заходим дальше. Тут шторочка. Это вот, смотрите. Хочу вам рассказать. Это вообще хостел. Здесь вот эта вот комната на 6 человек. Вот видите? Сверху, снизу вот такие вот кровати, да? Двухъярусные. Здесь все чисто, аккуратно, нормально. И здесь тоже на 6 человек. Вот такая люстра. Вот такой шкафчик. Зеркало тут. Все. Здесь никто не живет, понимаете? Вот дверь. Сейчас мы выходим. Здесь коридор. Просто хочу, чтобы вы поняли, где это. Вот туалет, ванная. Сейчас включу свет, покажу. Вот такая вот. Убираются каждый день здесь. Вот. Видите? Сушилка. Все нормально. Все чисто, аккуратно. И зеркало, и раковина, и полотенце, и унитаз, и коврики. Вот смотрите вот так. Шкафчик. Так. Вот шкафчики. Такие вот. Здесь, значит, у нас вот такая вот. Сама ванная. Душ. Все работает. Все хорошо. Ванна большая. Акриловая. Прям огромная такая. Знаете, да? Бывает. Вот такая ванная. Все. Выходим отсюда. Вот смотрите. Так. Здесь идет коридор. Так. Здесь еще комната, но она закрыта. Ну, там точно так же, как вот в этой комнате. Тоже на 6 человек. Так, тут картина, тут столик. Тут вот еще комната на 6 человек. Короче, вот смотрите как. Вот так вот. Вот такая комнатка, значит. Телевизор в каждой комнате. Все есть. Интернет бесплатный. Вот. Ну, тут никто не живет, понимаете. Ни в одной комнате никто не живет. В одной комнате живу только я. Все. Вот, смотрите. Тут лестница еще наверх идет. Ну, такой старинный дом. Интересный вообще. Очень интересный дом. Так, ребят, это третий этаж. Вот ту комнату, которую я вам показывала. Вот тут ванная. Большой коридор. Все. Пойдемте спустимся вниз. Вот такие лестницы. Вот такие. Вот представьте. Лакированные. Вот такой коридор. Вот тут жалюзи висят. Высокие-высокие потолки. Ну, старинный дом интересный. Ну, ребят. Интересно в таких местах пожить. Прям прелесть. Я не знаю, где еще можно так, как получится у меня. Так-то мы всегда снимаем обычную квартиру. А вот в этот раз вот такой хостел, в котором никто не живет, только я. Представляете? Вот здесь еще второй этаж. Вот паркет здесь. Старинный паркет. Вот смотрите, вот этот вот. Как раньше были, да? Помните? Здесь вот глазильная доска. Здесь вот еще душ. Тут комната. Тоже там на шесть человек. И там жила женщина, которая сегодня утром уехала. То есть я вообще... Кот живет один. На третьем этаже. Вот в этом вот во всем большом-большом здании. Представляете? Так вот картина. Вот столик. Здесь вот такой уголок. Тут книжки. Можно почитать. Здесь ионизатор воздуха. Вот смотрите. Проводится уборка с 12 до 2. Вот так. Вот такое дело. Так. Здесь вот ванная. Сейчас я включу свет. Тут вот еще вторая ванная. То есть хочешь мойся на третьем этаже ванной, хочешь мойся в душе на втором этаже. Вот смотрите. Вот так все. Полотенце чистое. Все аккуратно. Вот смотрите. Вот коврики. Здесь для белья. Мусорное ведро. Душевая кабина. Точечные светильники. Вот. Такое дело. Так. Большая тоже ванная. Здесь большая и там большая. Так. Сейчас свет выключу. Покажу дальше. А здесь кухня. Так. Везде-везде паркет вот этот. Вот смотрите. Вот такая большая-большая кухня. Вот такая. Везде балконы. Вот такая кухня-холодильник. Работы. Печка. Стиральная машина. Котел. Чайник. Вот смотрите. Такой. Все-все работает. Микроволновка. Телевизор. Везде телевизор. Вот такая комната. Большая-большая. Вот так как-то. Вот здесь уголок. Такой диван. И стол. И выходишь здесь тоже балкон. Вот смотрите. Вот здесь уже балкон. Здесь вот коврик зеленый. Тот же самый вид, который я показывал сверху. То есть на третьем этаже. А это сейчас на втором. Вот так. Вот такое дело. Интересный такой. Проектировка. Интересный дом. Так. И вот. Кот тут живет один. Представляете. Теперь все. Здесь жила девушка. Женщина. Здесь есть институт воен. Гражданская авиация. Сюда приезжает поступать. И вот она приехала с сыном. Вот он поступил. А она теперь уехала. Вот опять вниз ступеньки. Вот спускаемся вниз. Представляете. Вот. И там первый этаж. Вот. Спускаемся вниз. Все деревянное. Так. Первый этаж. Старинные вот эти вот перила. Старинные лестницы и паркет. Так. Здесь вот такой вот. как бы коридор. И там выход. Ну там надо свет включать. Я не хочу. И все. И выход на улицу. Представляете. Там обувь стоит. Шкафчики внизу. Но я не буду больше спускаться дальше. Ну вот. Представьте. Вот такое дело. В таком домике живет кот. В особняке на три этажа один. Вот. Надо везде пожить. Вот в таком месте. То есть я еще. Меня не было. То есть не просто меня в таком месте не было. Мне даже посчастливилось тут пожить. Посмотреть. На 15 дней. Снимаю на 15 дней. Комнатку. За 400 рублей в день. Нормально. Ну все. Ребят. Вот такой дом со двора. Смотрите. Вот такой. Здесь 4 подъезда. В каждом подъезде коммерция. Офисы какие-то. И вот в одном подъезде хостел. Вот такой. На три этажа. Две комнаты. Так. Три комнаты. На третьем этаже. Вот где я живу. А одна комната на втором. Ну и там кухня. Ванная. Вот такой дом. Сейчас я покажу с другой стороны. Там крыльцо. Вообще. Интересное очень. Тут тоже такая кладка кирпичная. Вот смотрите. Мы выходим. Выходить надо через ворота. Интересно. То есть это очень интересно. Вот такой вот. Как бы проулочек маленький. Вот тут такие ворота. Вот тут мы открываем дверь. Вот тут выходим. И сейчас я покажу с этой стороны дом. То есть я хочу найти в интернете его историческое значение. Вот такая улица. Бывшая Лосева. Вот такой дом. С этой стороны. Вот смотрите какое крыльцо. Вот смотрите. Ковка. Вот такая кладка. Вокруг тоже исторические здания. Понимаете. И эти здания имеют. Как бы в интернете есть про них информация. Вот например. Дом напротив. Хинкальная. Федерации 7. Это дом какого-то купца. Вот тут новостройка за ними. И там дальше. Эта улица. Все старинные дома. Представляете. Я отошел поближе. И вот такой дом с этой стороны. Смотрите. Вот такой. Вот мы идем. Перешли через дорогу. И здесь вот они все. Которые есть в интернете. Информация про них. Они все памятники культурного значения. А вот этот дом не признан памятником. Почему не знаю. То есть вот этот вот признан. Вот. Такой же. Видите. Такого же времени постройка. И такое же крыльцо. Вот смотрите. Старинное. А тот не признан. Вот я не могу понять. Еще сегодня поищу. Иду по Спасской улице и вижу слева вот такое здание. Смотрите. Вот такое старинное здание. Вот такое длинное. Вот смотрите. Здание построено в 1889 по 1888 по 1889. Для уездной земской управы. Архитектор Апекринский. Вот смотрите. Такая же кладка. Точно так же все. И это как бы объект культурного значения. А вот у нас. Я ошибся с ручкой. А вот у нас вот в нашем доме, где мы живем. Там нет никаких табличек. Ничего нет. И в интернете ничего об этом здании не написано. Об этом доме. Вот смотрите. Вот такой. Сейчас пройдем туда дальше. Ну это я просто гуляю по улицам. И вот что интересно лично для меня вижу, я вам показываю. Вот. Видите арки такие, где окна? У нас точно так же все. Вот так наверх посмотреть. Такое здание. Так. Проходим дальше. Так. Тут какая-то гостиница. А вот тут дальше. Вот смотрите. Продолжение. Вот этот дом с этой стороны. Вот такой. В этом здании с 1905 по 1906 работал с ремским врачом революционный деятель Ульянов. Вот смотрите, написано. И вот такая кладка. Точно так же, как у нас. У нас вообще историческая улица Федерации. Вот эта, где мы живем. Вот смотрите. Вот такие окна. И там дальше еще. Смотрите, еще такой дом. Вот так, внизу. Здесь написано «Русский бильярд». Федерация бильярдного спорта Ульяновской области сейчас здесь. В этом здании находится. Вот смотрите. Так, дальше смотрите как. Здесь вот такой забор. И написано «Ульяновский гарнизонный военный суд». Представьте, здесь «Ульяновский гарнизонный военный суд». Ничего себе. Вот смотрите. Что-то темно стало, не видно. Или вам будет темно, или не будет, не знаю. Или у меня здесь просто на камере сейчас так. Очень интересно так. Вот представляете. Но это все один комплекс. Одна композиция какая-то. Вот эти несколько домов, они одинаковые. Вот я приблизил немножко. Вот смотрите. Вот Ульяновский гарнизонный военный суд. Вот могу поближе. Там, может быть, вам не видно. Вон написано «1888 год. Флюгель». Вот смотрите, видите? Вот так. Вот такое вот здание. Древнее, красивое здание. Очень интересное. Вот чуть-чуть подальше отхожу, чтобы было вам понятно. Вот такое здание и вот такое второе. Вот. Мы идем по противоположной улице. Я подальше отхожу, чтобы вам было видно. Так, там дальше. Спасская улица. Мы пойдем по ней дальше. Может быть, еще будет какой-нибудь интересный исторический объект. Я вам покажу. Вообще, знаете, вот город теплый. Вот он сам по себе такой теплый, приветливый. Мне нравится здесь воздух. Мне нравится здесь зелье. Мне нравится широта проспектов. И что вода у них по сравнению с другими, как бы, городами, где мы были достаточно в таком достойном состоянии. Вот это мне нравится. И что цены здесь недорогие. Ну вот, ребят, его нужно реставрировать. Им нужно заниматься и дорогами. Вот мы сейчас идем по дороге. Нормальная дорога, да? Чуть-чуть подальше мы отойдем, и уже везде все разбитое. Парки убитые. Все остальное тоже в таком состоянии. И очень жаль. Вот я смотрю, мне очень жаль этот город, что его так запустили. Надо обязательно им заниматься. Нужен нормальный губернатор, нормальный хозяин, нормальный мэр. Город хороший. Мне вообще понравился. Он теплый и приятный. Это гостиница была, Венец. Вот она. Большая-большая. Вот. Это гостиница. Вот написано гостиница, Венец. Там ресторан Обломов, он внизу. Пойдемте дальше. Вот это место хорошее, красивое. Нормальное такое. Доброе.